Здравствуйте, подписчикам и гостям! Я Джетли, и сегодня мы будем делать одну очень странную вещь. Мы будем снимать дреды. Снимать не в плане, что снимать на камеру. Снимать не в плане, что снимать совсем. Мы просто будем снимать удлинение. Я вам покажу, как это делается. Возможно, потому что я это делаю в первый раз. Но мне вроде мастер объяснил, как это делать, поэтому мы с вами сейчас попробуем. Возможно, мне в конце всего этого придется взять вилку. Ну, возможно, нет. Я надеюсь, что нет. Ну, короче, короче, погнали. Я правда не хочу это делать. Но это делать придется. Потому что, ну, как бы, блин, мне надо менять образа. Мне надо много чего делать, а не еще вот эти вот удлинения. Оно колется. Наркоман проклятый. Вот. И, в общем, что только не делай. И мне кажется, что со своими дредами мне будет гораздо лучше. Вам так не кажется? Ух. Что там, где-то там. Я это сделал. Так, окей. Окей. Мне все-таки понадобится вилка, а значит, одну минуточку. Так, однако, оказалось, что чистых вилок у меня нет. А мыть я их сейчас не буду, потому что солнышко уйдет, и все, все плохо будет. Короче. Поэтому будем пока справляться вот так вот, а потом посмотрим, короче, если я их не смогу в таком состоянии загнать под парик, в чем я очень сомневаюсь. Мне кажется, что я смогу все-таки это сделать. А, короче, мы с вами тогда уже будем расчесывать их вилкой. Не знаю, были ли там мои волосы, но пофиг. Давайте дальше. Сейчас я буду выглядеть, наверное, дико забавно, дико смешно. Ладно, я переживу это. Так, где тут мои волосы-то кончаются? Волосы должны, короче, кончаться где-то, знаете, вот тут вот, вот тут вот где-то, да? Где становится дред тоньше. Ну, вот на камере видно то, что там заполнено что-то. Поэтому как-то так. Ой, а у меня тут гораздо больше заполнено, чем я думала. Заодно мы потом посмотрим с вами, что у нас в этих драйдах искусственных скопилось. А вот сзади мне понадобится помощь. Ага. Ладно, пока срежем спереди. Какая у меня модная прическа теперь. Ох, не могу. Хочешь мне помочь? Нет. Не хочет. Ну ладно. Кстати, так даже удобнее. Я, наверное, не знаю, буду ли отращивать прям... Ну, прям отращивать дреды. Может быть, я их дорожчу просто до плеч. И мне так будет хорошо, мне так будет удобно. И я их просто буду... Он подстригать. Хотя, знаете, дреды в цене. Как бы можно продать с комплекта натуральных, не крашеных тысяч за пять. Поэтому, возможно, раз в пятилетку я буду обогащаться на пять тысяч с помощью волос. Кому это повредит? Никому. Вообще никому. Блин. Ну, как же эти девочки. О, нормально. Мне, конечно, будет не хватать всяких побрякушек, которые висят на них. Но, знаете, как бы... Что бы, блин, сказать-то такого? Короче, я не привязана к этим побрякушкам. Поносила и хватит. Потом свои отрастут. Еще поношу. Мне кажется, это правильно будет. Немножко отдохнуть. Я же не сами дреды срезаю, правильно? А раз не сами дреды, значит, все хорошо. Ну, как не сами дреды. Конечно, дреды на эту длиненку. Я имею в виду настоящие свои... Смотрите, кому хвостик на память крысиной? Ха-ха-ха. А? Кому? Кому? Пишите в комментариях. Ну ладно, я не знаю, нужен ли он кому-то такой. Пофиг. Ну, я, кстати, дреды это сохраню, потому что мало ли. Не то, чтобы я вплела бы их потом снова, да, потому что мне проще заказать новые. За 500 рублей. Ну, типа, у меня мастер их плетет за 500 рублей заготовки, если ты у нее заплетаешься. Поэтому... Как бы вообще не вижу тут какой-то проблемы. Уть! Солнышко ушло! Уть! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот последняя, вроде как последняя Ну-ка Где она там начинается-то? Ага, вот здесь где-то она кончается Я опять ошиблась немножко, она кончалась чуть дальше А, нет, не последняя, я напиздила Сейчас Так Тип, тип-тирик, тип Тут отстригаем тут И тут отстригаем тут Все, вроде нормально Нет Еще одна есть Самая Вот Тоже немного подровняла кончики получать Ну это, приходишь к парикмахеру такой с гривой Подровняйте мне кончики, он такой Ну подровняли Вот Че мы будем делать С этими 38 трейдами Трейдингами Во-первых Я, наверное, сниму с них бусинки Но этим я буду заниматься, конечно же, не сейчас Я вам расскажу, почему я их сняла Ну, собственно говоря Я думаю, вы и сами можете понять, почему я их сняла Я вам сейчас покажу просто некоторые дрейдинки Вот Вы сами поймете Короче, это, конечно, самые тонкие дрейдины Они на затылке Посмотрите просто на их структуру Вот Во что они превратились На что они стали похожи Это вообще раньше были кисточки такие Ух Ух Кисточки Незаправленные кончики Ну а сейчас это просто какие-то палочки И, честно говоря, белый цвет Это не лучший цвет для создания дрейд Что дедрит Что Дрит как удлинение Потому что его надо мыть очень часто Потому что он очень быстро загрязняется И внутри дрейдины Сейчас мы поищем какую-нибудь толстенькую дрейдинку Да, которая сложно промывается Ну, короче, ладно Это, на самом деле, внутри любых дрейд скапливается Всякая бяка Поэтому надо делать периодически Ну, хотя бы раз в полгода Глубокую очистку Про глубокую очистку Если вам будет интересно, я вам тоже расскажу Но потом Не сейчас Вот Ладно Ну, все Хорош Хорош Это Баблаться Вот Конечно, мне будет не хватать того, что висело на этих дрейдинках Но Чисто теоретически Знаете, я могу и на эти натянуть То, что там Висело Вот Или примотать ниточками Например Это тоже как вариант И, возможно, тогда эти дрейды можно будет не корректировать Потому что это один из способов коррекции дрейд Который применяли хиппи Когда не было нормальных мастеров И Типа Он вроде как действенный Да Но обматывать каждую дрейду, ну, конечно, я не буду Булка Кс-кс-кс Неа Нельзя Вот Как-то так Потом, может быть, мы с вами на каком-нибудь из стримов будем Привязывать все обратно Но я не имею в виду эти дрейды привязывать обратно Я имею в виду Привязывать все, что на этих дрейдах обратно к моей голове Вот Собственно говоря, как-то так Я надеюсь, вам было не совсем скучно Она себе шатер сделала Господи Она себе шатер в шкафу сделала Там спит Булка царевна-королевна Ее не остановить Вообще никак Вот, ладно Короче, я надеюсь, вам было не очень скучно это все смотреть Но мне показалось, что вам будет интересно Что это я вдруг такая, опа, и без волос Появилась Вот Поэтому Я буду с вами делиться Максимум Из того, чем могу поделиться Буду снимать там, где Можно снимать Там, где снимать нельзя Я снимать не буду, извините Такие дела Вот, но это не значит, что я буду пихать всю свою жизнь в камеру Окей? Все Всем спасибо за просмотр Я надеюсь, я не опаздываю с видео И всем удачи Всем пока Так, и вот я врываюсь, чтобы показать Как надо орудовать вилкой Короче Ну вот тут, видите, я уже Ее вот так вот поделала Я уже все Ею Ну почти все вычесала Там что осталось, то осталось Меня мастер уберет потом Вот такое вот у нас должно остаться То есть кончик-хвостик И берем какую-нибудь Ну не знаю какую Ну давайте вот это возьмем Что тебе, конечно, уже поделала, да? Вилкой немножко Вот Но Ой, разговорчивый какой Побежал Побежал разговорчивый кот Как-то побежал Ну разговорчивый, когда как-то хочет Вот Короче Делаем мы вилкой вот так вот Так вот Короче До того состояния Пока у нас Вся вот эта вот белая Белый колон Не распутается Да, Бесюк? Бесюк Здравствуй Здравствуй Да Понеслось Понеслось Побежало Вот Короче, как-то так Все мы Делаем дальше И вот потом Когда у нас Остается все Хорошо Мы просто берем и снимаем все это Ну я думаю, вы поняли Я, конечно, объясняю, как Э Просто человек Недалекого ума Но Я думаю Принцип Понятен И с этим разберется Вообще Кто угодно Вот У меня тут Видите Мои Волосы Ну тут они не видны Вот так вот Может быть видны Еще которые Осветленные Все Представьте, сколько Времени прошло У меня Отросло От этого Всего Ничего От осветления Вот так вот И делаем Так Пока Не дойдем До своих Настоящих волос И Каникалон С них Не снимем Ну вот Как-то так В общем Все Теперь точно Пока